Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 28 апреля, вторник, и Церковь продолжает чтение Книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня для нашего назидания и к нашему внимательному рассмотрению Церковь предлагает отрывок из Книги Деяний, глава 4, первые 10 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме Исадукеи. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют во Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники и их старейшины, и книжники. И Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреде, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги «Деяний святых апостолов». И повествование, и, если говорить грубо, наша мизансцена сейчас находится в Иерусалимском храме. Все сейчас приховано к нему, все происходит там. Происходит все, началось все с того, что апостол Петр исцелил Храмова, произнес, начал проповедовать. Исцеление Храмова, о котором все знали, что он с самого раннего детства хромой, и видели его на протяжении десятков лет, сидящим у входа в Иерусалимский храм и просящего милостыню, а теперь они видят его скачущим на своих ногах. Все это, конечно же, подогрело живой интерес иудеев в Иерусалимском храме, и они с жадностью слышали Слово Божие в Иерусалимском храме, и это не могло не привлечь внимания тех, кто, скажем так, официальных лиц в Иерусалимском храме. Это, конечно же, храмовая элита. И мы видим, как раз таки, сегодняшнее повествование говорит нам о том, как развивались события дальше. «Слышит проповедь, апостол проповедует, и вот что происходит. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме Исаддукеи». Кто такие священники? Ну, не все священники, потому что там было много черед, 24 череды в Иерусалимском храме, и каждую неделю священники менялись. И вот в сегодняшнем повествовании речь идет о тех священниках, которые в эту неделю должны были совершать богослужения. Также, когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме Исаддукеи. Ну, вернее, не начальники, а начальник стражи. Начальник стражи, на самом деле, это большая должность. В славянском тексте он назван как воевода церковный. Это должность вторая по власти и по статусу после первосвященника. И воевода церковный не просто занимается, как сегодня мы назвали бы его, благочинным. Благочинный сегодня составляет расписание богослужений, расставляет священников на череду и так далее, и так далее, следит за благолепием исполнения церковного устава. То же самое, в принципе, делал и воевода церковный в Иерусалимском храме, но плюс к тому он еще заведовал, грубо говоря, храмовой полицией, то есть храмовой стражей, охраной храма. И вот эта компания с саддукеями, саддукеи – это представители знати, аристократии, их было всегда немного. Они, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресенье из мертвых, наложили на них руки и отдали их под стражу до утра. Ибо уже был вечер, и нельзя было провести полное следствие, полный суд, чтобы собрать всех необходимый кворум. Многие же и слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Да, можно заключить апостолов под стражу, и так было множество раз с апостолом Павлом, но дело апостолов, Слово Божие никак, ни в какие наручники не заковать. Оно уже произнесено, и оно действует в людях, и мы видим, что действительно множество людей уверовало в этот день, и слово распространилось о Христе в Иерусалиме, уже распространилось. Саддукея, как правящая элита, аристократия, естественно, поддерживала тот ход событий и тот политический строй, который существовал тогда в Иудее. И никакие беспорядки им, конечно же, не нужны были. А зарождающееся вот это вот мессианское течение христианства, оно, по мнению Саддукеев, несло угрозу безопасности, несло угрозу тому миру и их положению в обществе, поэтому они не применули применить какие-то санкции по отношению к апостолам. Итак, это произошло. Они под стражей. Что же происходит на следующий день? На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, храмовая элита, необходимый кворум тех, кто должен присутствовать на, скажем так, дознание и первосвященнический род. Анна первосвященник, Каиафа, Иоанн и Александр и прочие из рода первосвященнического. И поставив их, то есть апостолов, посреди, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Это, значит, исцелили храмово. Они уже знают о предмете проповеди, о том, что говорит апостол Петр и что говорили апостолы проповеды. Они поэтому задают сразу вопрос, какой силою и каким именем? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, опять мы видим, что апостол Петр наполняется Святым Духом, и опять идет действие. Действие Святого Духа, исцеление, и опять это действие дает возможность для проповеди. Это очень важно. Всегда должно быть некий фундамент Святого Духа для проповеди. И после этого тогда проповедь действительно будет, и мы будем наполняться этим и Святым Духом, и наша проповедь будет действительно словами Божиими, и они проникнут в сердце людей. И тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеяние человеку немощному, как он исцелен, и здесь мы видим некую такую иронию, потому что от них требуют ответа, как будто они сделали что-то плохое, но они-то сделали хорошее и явное чудо, но он отвечает, потому что это всегда лишняя возможность сказать о Христе во всеуслышание. «Туда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, здоров». И вот мы видим, что слово Иисуса Христа, имя Иисуса Христа вновь звучит в присутствии Синодриона и уже не отпускает их, они понимают, что ничего с этим не поделать. Ну, это мы в дальнейшем узнаем, увидим это, но мы вспомним, как они хотели избавиться от Иисуса Христа и как воры ночью против всех иудейских законов судили Христа и думали, что они избавились от Него, но это имя вновь настигает их уже в Его учениках и действительно обладает мощной силой, потому что исцеленный хромой, он действительно исцелен, и действие силы Божией очевидно для всех присутствующих. Так Слово Божие начинает заполнять Иерусалим и обращать все новых и новых людей, и ничто не может остановить распространение Царствия Божия на земле, распространение Церкви. Итак, дорогие братья и сестры, я всех приветствую вас пасхальным приветствием Христос в воскресе и желаю всем радости о воскресшем Господе. Всего хорошего, до новых встреч!